Девушки отдыхают Восходим предыдущие модели, но не на порядок И отсюда все наши проблемы Да, мы что-то делаем теперь лучше, эффективнее, быстрее Но по-прежнему уступаем натовским боевым машинам И от этого никуда не деться Другое дело, две модификации Т-80, которые уже находятся в нашей игре Вот они-то уже по-серьезному могут как-то соперничать с натовскими машинами Но сегодня разговор не о них Итак, давайте разбираться в нашей машине В качестве основного вооружения у нас установлена 125-мм пушка 2А46М Перезарядка у нас 7,1 секунды Ну и это более-менее нормально В принципе, довольно-таки распространенная перезарядка Основной боеприпас у меня это бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ-15 Он имеет неплохое бронепробитие, 440 мм в упор Ну и вполне замечательную баллистику 1780 метров в секунду, начальная скорость полета снаряда Не будет лишним возить с собой и осколочно-фугасный снаряд Как показывает практика, и он может пригодиться Также наша машина оборудована и дымовыми гранатометами калибра 81 мм У нас их 12 штук, и они серьезно помогают нам выживать Скорость горизонтального наведения всего лишь 17 градусов в секунду И это маловато будет Опять-таки, тут мы проигрываем западным машинам Ну и единственный способ хоть как-то скрасить ситуацию Это доворот корпусом в сторону противника А учитывая, что орудие у нас стабилизировано Особых проблем с дополнительным наведением на противника тут быть не должно С военами все вполне ожидаемо Вниз орудие опускается на 6 градусов, вверх поднимается на 13 Да, эти показатели не делают нас мастером игры от рельефа Так что тут придется играть несколько иначе Переходим к броне Да, действительно она имеется, замечательная, многослойная И в общем-то она нет-нет да спасает Но по крайней мере, скажем, от каких-то шальных снарядов, от неточных выстрелов Это как-то вот работает Но если противник прицелился, как правило, здесь уже вы приплыли Ну или точнее приехали Если говорить о башне, то зона вокруг орудия отлично протыкается И говорить о какой-то защите там просто бессмысленно Но вот уже значительно дальше, влево-вправо от орудия Там действительно мы что-то можем танковать Например, даже топовый Бобс М1А1, М829 На дистанции 500 метров, да, мы можем поймать непробитие Но опять-таки, кто ж туда будет стрелять? Бьют-то как раз-таки поближе к орудию Ну а это значит минус казённик, минус член экипажа А может быть ещё что-нибудь весёленькое Тот же самый М829 на дистанции 500 метров Прекрасно нас пробивает в ЛД Ну и, соответственно, в НЛД тоже Ну и, конечно же, наши борта Да, они довольно-таки толстые И отсюда тоже много проблем Посмотрите на Абрамса, на Леопарда Стреляешь туда ломиком Ломик пролетает, как горячий нож сквозь масло Проходит И, в общем-то, танкисты просто отделаются лёгким испугом Открывают люки, проветривают Ну и дальше спокойно себе выносят вас Ну а если в наш борт прилетает вражеский лом То тут ничего хорошего не происходит Образуется куча осколков И они начинают наносить урон и экипажу, и оборудованию А учитывая, что у нас очень плотная компоновка Почти всегда это приводит к уничтожению Радует, что изменился тип боеукладки Теперь снаряды и заряды у нас лежат параллельно земле по кругу Ну а вот на Т-64, они, если вы помните Точнее, заряды на Т-64 стояли вертикально Образуя такой вот своеобразный стакан Да, это улучшило выживаемость, но не сильно Переходим к ходовым характеристикам Максимальная скорость 60 км в час И, в принципе, мы её довольно быстро развиваем Это радует В принципе, машинка стала более живой В плане скорости, в плане динамики По перещонке идём где-то 40-45 км в час Что не может не радовать Но вот задний ход традиционного советских ОБТ Так себе, 4 км в час Это значит ровно одно Уйти с позиции, скорее всего, не получится Тут уж остается уповать на броню и удачу Осталось подвести итоги Безусловно, Т-72А это шаг вперёд по сравнению с 64-ми Но тут не стоит обольщаться Это не какой-то грандиозный прыжок А просто шаг Это значит, что играть нужно, учитывая ваше ТТХ И не прыгать выше головы Другими словами, нам предстоит играть почти так же, как и на Т-64 Ну что ж, на этом обзор подходит к концу Всем крепкой брони и отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok